Новая швейная машина так шить не должна. Брак в настройках. Швейная машина Брайзер Комфорт RS260. Машину купили, она абсолютно новая. На трикотаже машина делает пропуски на зигзаге. Вот смотрите. Пропуски причем конкретные. Это на трикотаже толстым. Если брать тонкий трикотаж, то совсем пропуски большие. Машину никто не ремонтировал, никто не вскрывал. Но нужно посмотреть, что там у нас находится внутри. Смотрите, видите, шили пропуски, пропуски, одни пропуски. Здесь тоже пропуски. Пробуем строчить. Так, но машинка мне не очень нравится, как работает. Смотрите, пропуск, пропуск, пропуск. Строчка вроде так неплохая. Так, все понятно. Будем разбирать. Ну еще послушайте звук машины. Слышите звук какой? Челнок как шоркает. Да. Не очень. Звук, конечно, приятный. Так, разбираем. Так, снимаем. Снимаем вот эту нашу крышку. На себя вот так вот потянул, отщелкнул и ее можно снять. Так, вытаскиваю шпульку. Так, вытаскиваю пластиковый шпули-держатель. Пластиковый. Нигде не побит. И потертостей даже не видно. Абсолютно все чистенькое, новенькое. Я сниму игольную пластину, чтобы видно лучше было. А что здесь мы имеем? Так, снимаю. Так, также снимем лапку. Ну и смотрим. Машина у меня стоит на самом большом зигзаге. Так, вот смотрите, правое положение. Правое положение нам особо не нужно. Но мы потом посмотрим. Нам нужно дальнее положение от носика челнока. Это у нас левая сторона. Вот носик челнока. И дальний укол у нас левая сторона. Смотрите, иголка опускается в крайне нижнее положение. Смотрите, вот здесь вот в челноке есть отверстие специально для иголки. Видите, иголка проходит в край. Вот иногда и говорили, что иголка бывает сбивается. Вот она здесь как раз впритык идет до края. Иногда может, конечно, избиваться. Так, ну и смотрим. Иголка опускается в крайне нижнее положение, поднимается вверх. Носик челнока подходит. Смотрите, где у нас носик челнока. Это у нас вот отверстие. Это у нас раз, два, три. Три, четыре миллиметра где-то иголка выше от ушка иголки. Хотя по всем параметрам носик челнока должен подходить выше отверстия иголки на один полтора миллиметра. Не более. Значит, что я вам могу сказать. Машина абсолютно новая. Никто не вскрывал. Значит, соответственно, вывод какой. Сделали так на заводе. Это заводской брак. Как-то так. По-другому просто, ну, не мог игловодитель сам опуститься. И теперь смотрим правое наше положение. Соответственно, смотрите, здесь, ну, ого-го, иголка вообще, видите, носик челнока вообще выше. Миллиметров шесть, наверное, если не более. Ну, вот так вот на заводе выставили невнимательно. Значит, что мы делаем. Нам нужно открыть боковую крышку и выставить игловодитель. Так, смотрите, нам нужно открутить. Вот здесь вот есть винт. Так, вот так вот кладу и откручиваю винт. На весу неудобно. Так, вот здесь вот нужно поддеть верхушку. Вот так вот снимаем. Теперь нужно включить машинку, так как машинка электронная. Выставить на большой зигзаг. Выставляю четвертую операцию и увеличиваю ширину стежка на 7 миллиметров. Самая большая ширина стежка. Ставлю игловодитель в крайнее левое положение и опускаю вниз. Вот здесь вот у нас отверстие есть. И там вдали вы увидите винт. Шестигранничек. Так, шестигранничек у нас двойка. Вставляем и откручиваем. Опа, есть. Подводим носик челнока к иголке. Носик челнока стал посерединке иголки. И мы берем, поднимаем игловодитель вверх. Ставим на 1 миллиметр выше от ушка иголки. Вот так вот. И затягиваем. Подтянули сильно, пока не зажимаем. Вот носик челнока. На миллиметр выше от ушка иголки ставлю. Здесь все. Теперь беру и зажимаю хорошо наш винт. Так, ну и теперь посмотрим правое положение. Хотя оно нас как бы и не волнует уже. Но все-таки посмотрим. Так, здесь у нас отлично получилось. Правое положение вот. У нас где-то от верха получается миллиметра 3. 3,5 метра выше от ушка иголки. Ну и я подвожу вот так вот носик челнока за иголку. И беру вот так вот, смотрите, отверточкой. Видите? Ну вот здесь вот выставлено очень довольно-таки точно. Прямо иголочка чуть-чуть отклоняется на носик челнока и касается. Здесь отлично. И здесь вот стоит специальный, видите, упор для иголки. Чтобы когда вы потянули ткань, и иголка, чтобы у нас не ушла на носик челнока. Значит, этот упор должен иголку придерживать. Он должен идти прямо в притирку по ней. И когда он проходит в притирку, носик челнока не должен цеплять иголку. Ну вот он проходит как раз носик челнока по касательной. Слегка есть вот, слегка есть небольшой зазорчик. Это отлично выставлено. В левом положении смотрим. Также он упирается только кончиком иголки. Но все-таки упирается. Я вот до конца уперся, но тем не менее носик у нас попадает на носик челнока. Иголка попадает на носик челнока, но немножко цепляет. И иголку он все-таки не сломает. Значит, здесь все получилось отлично. Так, ну ставим игольную пластину. Защелку завожу вот сюда вниз в пластиковый корпус. Ставлю, закручиваю винты. Ставлю пластиковый шпули-держатель. Беру вот так вот. Вот здесь вот у нас пальчик стоит. Вставляю его вот этой частью прямо. И он у нас садится в посадочное место. Так, и теперь ставлю пластину. У нас вот здесь вот есть, видите, направляющие такие. Вот один, вот второй и вот третий. Вот они вставляются вот сюда. Вставляете вот так вот. И пластину подаете вперед. Все, она защелкнулась. И пластина стоит на месте. Так, ставим лапку. Так, ставим шпульку. Обрезаем ниточку. Закрываем крышку. Так, заправляем наши нитки. Вдеваем в иголку. Так, ну все. Закрывать крышку я пока не буду. Значит, будем пробовать шить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...